Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Опять Юля Стар, всегда Юля Стар. Ну, что поделаешь, вышел у неё новый видос. Германия, украинские беженцы купила, не раздумывая, 6 по 0,5 в самый раз. Я уже сразу поняла, что она нагребла пивасом. Ну что, ребят, мазались, мазюкались, прихорашивались и отправились куда? Конечно же, по магазинам. Хотя Юляха сказала, сначала в больницу они ездили. Ну, это уже частично новый сценарий. А потом после больницы, на работу... Ну, на работе в курсе были, да? На работе всегда в курсе. Юлька не накрасилась, не успела, на работе в курсе. Юльке надо в больницу, на работе тоже в курсе. Ну, и пиваса, когда она перепьёт, на работе тоже в курсе, что ей надо поваляться в кровати. Короче, чушь. Самая настоящая чушь. Ну, значит, попёрлись они в магазин. Да, залетели там в магазин уже не Кауфланд. Я, если честно, забыла, как называется. Но сначала они там посетили турецкий магазин, там ничего, похоже, не нашли. И отправились в Пеню, или как магазин называется. Ребят, поправьте меня, потому что могу правильно не сказать. Для того, чтобы я запомнила, в какие магазины они таскаются. Ну, и, значит, там понеслось. Цапали, лапали, всё перещупали. Как всегда, да? В поисках акций. И в поисках чего-нибудь, что им нужно. Ну, в итоге что они там купили? Как-то всё по мелочи. Хотя не особо по мелочи. Там тряпку надо было купить, заменить для швабры. Дальше что ещё? Мясо прикупили, да, по акции. И, главное, списали эту индейку, что это волчонку и ляли. Сожрут сами. Какому волчонку и какой ляли? Мы с вами особо-то и не видим, чтобы прям лотками съедали ляля и волчонок. Ну, а дальше, конечно же, что дальше? А дальше самое главное. Это шесть бутылок по 0,5. Значит, слушайте, пришла она, не разделась до конца, не напялила ни штаны, ни что она там носит на себе, шорты, а сидит в труселях и в кофте. Думает, что, значит, Лариска вверх покажет, а больше ничего не захватит. И вывалила эти свои свинячьи ляхи, огроменные, на весь мир. Какое же днище и позорище. И это наша, слушайте, святая, святоша. Святоша, которая покупает по шесть бутылей пива. Короче, сегодня она точно набухается. Пиваса завтра будет опять кричать, аллергия, глаза опухли. Потому что глаза опухают уже по полной от алкашки. И сидит без штанов. Дамочка, да, святая. В обнимку с бутылками пива сидит такая довольная, что сейчас, наконец-таки, Лариса камеру выключит, и она прихлопнет эту шестерку одним махом. Только унитаз будет от санья трещать. Юль, ты смотри, сильно-то на ночь не напивайся пивасика, а то ещё проснёшься в озере. Кто знает, кто знает, для чего ты там прокладки покупаешь. Ты-то и без пива боишься, похоже, кошельнуть на улице. А тут ещё шесть бутылей опрокинешь, и страшно представить, что может быть после ночи в кровати. Целое озеро. Ну и сидит, вывалив эти свои ляхи, Лариса уже захватила полностью это всё безобразие в кадр, показывая котов. Ужас, ребят, какое же позорище. Ну, значит, а как они тащились с этой сумкой? И тащат же без тележки. Лариса ещё в магазине хотела молока прикупить. Да решила, что тяжело тащить будет. Да, она же молочко-то покупает не по одной коробочке, а надо сразу десяток прикупить. Это она, наверное, представляет, что корова на балконе и ведро молока. И она с ведра прям пьёт. Вот, видимо, поэтому и покупает столько. Слушайте, трындец. Посмотришь на этих двух бабищ и вот думаешь, ну, неужели такие люди вообще существуют? Ну, понимаю, что да, существуют. Вот они, вот они и есть. Прожорливые, злющие, ужас, заведущие. И ещё и алкашки. А ведь в магазине ещё искали лимонку. Да, лимончелку искали. Хотелось ещё лимончелки, наверное, за воротник закинуть. Юлёк уже, похоже, всё выпила. Всё вылакала. Уже пить больше нечего. Остаётся пока только пивасик. А лимончелку не нашли. А если бы нашли, и лимончелка за воротник бы улетела, пивасиком всё бы это дело шлифануло. Ну, похоже, там Рома тоже давным-давно нет. Ой, а дальше Юлька рассказала, какие воспитанные у неё животные. Позвала Лялю, и Ляля тут как тут. Да, Ляля от того, что она плохо себя чувствует, она всё время держится рядом. Держится рядом, потому что, наверное, как будто помощи просит. А эта хрюльня решила, что она воспитала своих животных. Ну, и дальше давай рассказывать, как они там играются, как они там дерутся, как они там по-настоящему метелят друг друга. Ну да, ну да, вы только это рассказать можете. А вот про Лялю до сих пор тишина. Кто-то нам обещал и чекеры показать, и рассказать. А опять что-то упомянули, что Ляля ест корм гастро и почечный. А где? Где назначение, чтобы Ляля ела два этих корма? Интересно, что у Ляли не так? С почками беда или с внутренними органами? Так до сих пор тишина. Ну, они ещё не придумали, как будут врать. И чеки ещё не нагуглили себе. И выписки. Никуда они не ходят. Никуда они не ходили. А сейчас вон от Ютуба бабосы получили, и снова Юлёк принялась за алкашку. Хотя я более чем уверена, что Лариска не отстаёт от неё. А знаете почему? Её как магнитом в магазине тянет в эти алкогольные отделы. Её как магнитом даже с камерой тянет поснимать алкашку. Такое чувство, что она прям слюной захлёбывается, когда проходит мимо алкогольных напитков. Такая же, как и её сестрица. Ну, правда, из неё тоже Юлька пытается сделать цветошу. Да, прям такую пушистую, прям такую белую, не пьющую. Совсем-совсем. Ну, только иногда в дребедан. Ну, и значит, Юлька говорит, что дрессированные коты ко мне и бегут. Естественно, на столе стоит три лотка мяса. Конечно же, бегут. Думают, что хозяйка сейчас угостит чем-то вкусненьким. А эта хозяйка только в свою утробу кидает. Но зато покупку мяса списывает, конечно же, на животных. Ляли и волчонку. Три лотка мяса. Нет, правда, там куриное себе планируют, да, запечь. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.